После успешного взлёта мультфильма «Зверополис» фанаты стали интересоваться, а когда выйдет вторая часть и выйдет ли она? Учитывая, какой рекорд поставил мультфильм, выйдя в кинотеатры, а потом и на стриминговые площадки, Дисней, конечно, подумали о продолжении мультфильма. И скоро мы увидим «Зверополис плюс», небольшой мультсериал. Ну а выйдет ли «Зверополис 2» сегодня мы с вами разберём, собрав всю информацию, которая сейчас доступна, и выясним, когда примерно стоит ожидать возвращения Джуди и Ника. Добрый день, с вами я Санчес, и сегодня я расскажу вам, когда выйдет «Зверополис 2». Поехали! Для начала хотел бы вам сказать, чтобы вы не забывали ставить лайки и писать комментарии, ваша активность влияет на выход видео. У нас спросили алгоритмы, если мы на каждое видео будем набирать по 500 лайков, но видео подходить активнее. И также не забывайте подписываться на друзей, у них крутой контент, я думаю, им будет приятно. Но не буду вас отвлекать, давайте начнём. «Зверополис» по-настоящему вышел довольно оригинальным мультфильмом. Показать вселенную животных, у которых всё устроено как у людей, может только такая студия, как Дисней. Но и люди также оценили их мультфильм, и история про кролика, полицейского и хулигана Лиса по-настоящему стала одной из самых кассовых мультфильмов в истории студии. «Зверополис» входит в топ-5 самых кассовых мультфильмов за историю студии, и при бюджете в 150 миллионов долларов суммарно «Зверополис» набрал более 1 миллиарда долларов. Кто-то даже говорит, что цифры намного больше и уходят за 2 миллиарда долларов. Как бы Дисней не говорили, что их студия во всём это творческое направление, им тоже хочется больших кассовых сборов. Поэтому продолжение истории про Джуди и Ника не заставит долго себя ждать. И сегодня мы разберём, когда стоит ждать вторую часть, кто уже успел пустить слухи, а когда выйдет сериал на Disney+. Давайте разбираться. Одно из самых крупных по новостям событий анимации, который был в 2020 году, это «День инвесторов» в Диснее, где было заанонсировано много интересных продолжений, мультсериалов и короткометража, которые в дальнейшем должны выйти, и «Зверополис» также оказался в их числе. В 2022 году были анонсированы мультсериалы по Бэймаксу, Тиане, Мане и «Зверополису», который получил приставку к названию «Плюс» «Зверополис плюс». И давайте выясним, про что нам ждать мультсериал. Дженнифер Ли, главный креативный директор Disney, подтвердила, что этими мультсериалами займётся не отдельная студия, а сами Disney Animations. Так что стоит ждать, что это будут самые оригинальные и самые красивые мультсериалы на Disney+. Ну и Ли заверила нас, что фанат увидит возвращение некоторых из своих любимых персонажей, включая Ника Уайлда и Джуди Хоббс, как они будут исследовать мегаполис и его экосистемы. К сожалению, больше ничего не было выпущено относительно специфики фактического сюжета мультсериала. Но учитывая, насколько проработана вселенная Зверополиса, мы уже можем предположить, что стоит ждать от сериала. Как я считаю, упор Зверополиса плюс будет сделан не на главных персонажей, а на саму вселенную этого мегаполиса, который уже из-за первой части напичкан знакомыми героями. Конечно, нам стоит ждать возвращения ленивца Шумахера, которого зовут Блиц, в оригинале его звали Флэш. Конечно, будет прекрасное возвращение Когтяузера, который, скорее всего, будет как-то связан с едой. И, безусловно, никуда не денется Буйволсон, который, скорее всего, расскажет нам о рабочем быте совершенно разных полицейских. Мини-сериал нужен для такой вселенной, как Зверополис. Во-первых, он освежит память уже о довольно старенькой первой части, которая выходила аж в 2016 году, и сможет привлечь новых зрителей, которые не были знакомы с мультфильмом вовсе. Так что ждем выход мультсериала. Ну, рассказав вам о мультсериале, теперь можно переходить к главному проекту и теме видео. Это продолжение полнометражного мультфильма Зверополис. Сейчас уже пошли слухи о том, что Дисней планировала сделать небольшой анонс второй части. Да в слухах также указывалось, что продолжение будет иметь именно цифру 2. То есть это не ответвление, как мультсериал, а будет конкретно продолжение мультфильма. Но из-за событий, связанных с пандемией, у разных студий возникли множество проблем. С выходом мультфильмов, фильмов, сборами и упадками в финансовом плане. И Дисней в их числе. Что говорить, даже один из последних мультфильмов «Рая. Последний дракон» Дисней пришлось доделывать дома. Разные люди записывали дорожки и рисовали графику, не выходя из своих домов. Так что убытки, которые понесла студия Дисней, коснулись и новых проектов. Поэтому, понятное дело, все планы анонсов также были вынуждены перенести. Дисней сидят не дураки, и чтобы анонсировать настолько крупные проекты, тогда, когда никого не пускают по кинотеатрам. И пускай онлайн кинотеатры развиваются довольно быстро, все же люди привыкли ходить больше по обычным кинотеатрам. И, конечно же, в офлайн кинотеатры собирают большие кассовые сборы. Ну, а теперь давайте перейдем к этим самым слухам, которые идут аж 2017 года. Марк Смит, который озвучивает свороливого офицера Макхорна, сказал журналистам из The Sun в интервью 2017 года, что он будет повторять свою роль в следующем фильме. Метко прозванный Носорогом, тогда он сказал немного, но интервью это найти мне уже не удается. Видимо, Дисней быстро потерли сливы информации. Покойный Томми Листер, который озвучил вспыльчивого Фокса Финника, слил информацию поклонникам во время встречи и приветствия в 2019 году, в которой он сказал, «Я могу точно сказать вам, что я делаю еще одну зоотопию с Диснеем». Он также сказал, что они создали трилогию, утверждая, что сиквел будет иметь бюджет в 300 миллионов долларов. Учитывая его смерть в 2020 году, трудно сказать, будет ли он заменен другим актером. Информация взята с сайта Looper. К сожалению, из-за его кончины роль Финника могут совсем убрать из мультфильма. Такое бывало уже не раз у Дисней. Да и у других студий тоже. Стоит также отметить, что «Зверополис» стал обладателем «Оскара» в 2017 году. «Зверополис» получил премию Киноакадемии США в категории «Лучший анимационный фильм». Об этом объявили на проходящей в Лос-Анджелесе 89-й церемонии вручения престижных наград. Мультфильм, который взял хорошие кассовые сборы. Вселенная, которая развита настолько, что можно делать десятки серий в мультсериале и выпускать 2-3 части продолжения мультфильмов. История, которая стала одной из самых кассовых у Дисней и культовых в принципе в мультфильмах. И, конечно, небольшие слухи, которые сразу стараются удалить Дисней. Я не знаю, сколько еще должно быть причин, чтобы вы поняли, что Дисней не та студия, которая будет бросать такие многообещающие проекты. Я думаю, мне удалось вас убедить, что вторая часть будет, и что не зря Дисней возвращается к этой вселенной, запуская небольшой мультсериал на своей платформе Disney+. Когда выйдет мультфильм? Предположительно, я думаю, что это 2023 год. Как раз Дисней покажет свой мультсериал, запустит пару новых эпизодов и сможет анонсировать новый мультфильм. Так впереди у Дисней еще какие-то проекты есть, как «Инканта» и мультфильм про девочку «Красную панду». Теперь, разобравшись и со слухами, давайте перейдем к сюжету «Зверополиса 2» и сделаем предположение, о чем может быть продолжение мультфильма. Смотри! Не находишь? Увольняешься. Оу! Эээ... Ну ладно. Согласна. Как вы помните, в конце мультфильма Ник и Джуди стали настоящей командой в полицейском участке. У Джуди пропало недоверие к Нику, а Ник стал еще больше влюблен в Джуди. Ну, конечно, в дружеском плане. Вы когда-нибудь замечали, что во вселенной «Зверополиса» зачастую разные животные отлично дружат? Это мы можем видеть, когда нам показывает огромный мегаполис. Или, к примеру, когда мы видим тот же полицейский участок, потому что там все животные абсолютно разные. К чему я это? Да все к тому, что Ник и Джуди могут получить развитие отношений во второй части и стать настоящей парой. Они отлично стали ладить, пропало недоверие. Теперь они одна команда, и даже хулиган Ник после долгой дружбы с Джуди перестал быть хулиганом, который был в начале мультфильма. Не знаю, как вы, а я бы точно зашиперил эту парочку. Как модно сейчас об этом говорить. Более того, у режиссеров мультфильма, а именно Байрона Ховарда и Рича Мура спрашивали на одном из показов мультфильма, есть ли что-то между Джуди и Ником, на что режиссеры отвечали, что они специально хотели оставить отношения Лиса и Крольчихи неоднозначными. Но при этом специально под конец добавили много совместных тет-а-тет разговоров, которые бы оставили фанатов в интриге. А действительно ли есть между ними что-то, или они просто так и останутся друзьями. Так что до выхода второй части это останется для всех загадкой. Как вы считаете, может ли Ник и Джуди остаться друзьями или стать парой? Буду рад почитать в комментариях. После того, как Джуди и Ник стали работать в команде, мы увидели, что персонажи выросли. Нет, не в прямом смысле, а как раз духовно. Джуди смогла приучить Ника к ответственности, а он сделал ее чуточку смелее. Таким образом, когда идет развитие добрых персонажей, это зачастую означает, что и антагонисты, и враги также становятся хитрее и еще более изощреннее. Поэтому, возможно, во второй части нам покажут уже не просто знакомство с мафией, как было в первой части, а покажут одного, к примеру, из маньяков или убийц, который станет большой задачей для нашей парочки. Но это как пример. Все-таки не будем забывать, что Джуди стала самой первой маленьким полицейским в штабе. Все остальные это в основном крупные, хищные и травоядные животные, которые сами любому дадут отпор. Так что ждем развития событий, связанных с полицейским сюжетом. Ну и последняя, наверное, вполне сбыточная сюжетная теория о том, что нам могут Зверополис 2 показать совершенно других персонажей. То если нам покажут, как Джуди и Ник сошлись, и у них появились дети, или вовсе нас посвятят в приключения совершенно новых героев, о которых мы пока ничего не знаем. Я, как и говорил, в самом начале Зверополис вселенная, она одна из самых масштабных, интересных и очень детальных. Тут можно показать жизнь любого животного, и это будет интересно смотреть. Так что Дисней сможет удивить нас и в этом, и показать совершенно то, чего мы не ждем от второй части. Все-таки вспомним, как много внимания было уделено второстепенным героям. Кто знает, может Зверополис 2 нас снова удивят авторы развитием других героев. Я также, как и вы, жду возвращения наших персонажей в продолжении Зверополиса. Я постарался показать вам все слухи и первые факты о мультсериале, и о продолжении одного из самых кассовых мультфильмов Диснея. Так что вы уже можете знать, когда примерно ждать мультсериал из Зверополис 2. Если вы считаете, что мультфильм выйдет раньше, или можете предположить, о чем могут быть события Джуди и Ника, или других персонажей мегаполиса с животными, напишите это в комментариях. Ну вот и все, как я и говорил, 500 лайков, но видео будет ходить активнее. Ну и конечно же, нажимайте на лайк, пишите комментарии и так далее. И также не забывайте подписываться на друзей, у них крутой контент, я думаю, будет приятно. Ну вот и все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и пока.